здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева в этом видео мы разберем с вами еще одно преступление хрущева конечно это мое личное мнение и моя личная версия дело идет о генерале ватутине ватутин николай федорович генерал армии генерал от победы как его звали в красной армии за глаза и в немецкой армии фашистской гитлеровской его звали гроссмейстером то есть это был уникальный человек человек талантливый воинский талантливый интеллектуально талантливый я не буду говорить о его биографии я перехожу сразу к его гибели это человек воронежский это тот самый ватутин который знаменитый лузунг мадьяр в плен не брать после того как он стал командовать воронежским фронтом после того как освобождалась воронежская земля от оккупации когда видели все это зверство что творили мадьяра там основном мадьяры были на оккупационной территории там было несколько концлагерей для мирных жителей там было уничтожено просто мирные жители уничтожались они не просто расстреливались или умирали с голода или еще или от болезни над ними издевались страшно издевались то есть мадьяры это ну как и бендеровцы это садисты изощренные садисты ненормальные то есть это не человеческие отношения какие-то это вообще что-то несусветное то есть нормальный человек он это никак не может воспринять и вот нашим бойцам которые освобождали воронежскую землю они это все видели они шли по этим следам и конечно там была страшная ненависть поэтому был такой лозунг мадьяр плен не брать но на него конечно были очень многие злы да это поскольку это талантливый полководец он представлял опасность для германии и видимо не только для германии и так исходя из того что есть несколько версий историков но на сегодняшний момент вот на сегодняшний на 2024 год в основном историки сводят к тому что это просто набор случайности от того что но вот просто он попал в засаду бандеровцев никто как бы специально это не устраивал просто так получилось война есть война и вообще шальная поле это в основном такая версия у историков я не знаю почему они глубоко не углубляются в тему хотя здесь мне кажется все на поверхности либо они чего-то боятся либо им нельзя говорить ну значит значит они зависимые историки раз им нельзя говорить правду потому что здесь вещи на мой взгляд очевидные но родственники того же ватутина его потомки внук например он и семья ватутинах то что я читала они считают что причастен к гибели ватутина это хрущев но сейчас будем разбираться поэтому мы начнем с официальной версии то что вот в википедию да выкладывают официальная версия которая ссылается на те или иные источники давайте посмотрим чтобы не рассусоливать долго 29 февраля 1944 года но дату запоминаем 29 февраля николай федорович ватутин вместе со своим сопровождением выехал на двух машинах в расположении 60-й армии чтобы проверить ход подготовки к очередной операции он в расположении черняховского ехал я вам просто уже говорю как вспоминал жуков так жуков у нас поминал да то есть мы будем акцентировать внимание еще и на источники информации то есть товарищ жуков как вспоминал жуков при въезде в одно из сел машина попали под обстрел упа ватутин выскочив из машины вместе с офицерами вступил перестрелку во время которой был ранен бедро точка вот у нас есть сухая информация зафиксировали далее картина обосновения видна из составления 6 марта 44 года докладной записки вот уже 6 марта докладной записки начальника управления контрразведки смерж первого украинского фронта генерал-майора осетрова записки говорится что 29 февраля сорок четвертого года батутин выехал в ровно из ровно где тогда располагался штаб 13 армии генерал лейтенанта пухова вот запоминаем вот это он выехал из точки а то есть из 13 армии генерал лейтенанта пухова потом пухов николай павлович пухов военачальник командующий армии великой отечественной войне герой советского союза генерал-полковник в славу то штаб 60 армии генерал лейтенанта черняховского кстати про черняховского он тоже погибает через год тоже странной смертью и считается что батутин погиб тоже не совсем проверенными информации тоже какой-то странной смертью так это характеризуется его смерть нет однозначного ответа однако примерно в 19.00 у въезда в село милятин острожского района ровенской области машину генерал и сопровождавшие его машина стреляла группа численностью 100 200 человек запоминаем 100 200 человек при этом командующий получил тяжелое ранение в ногу осетров отмечал исключительно высокую активность вооруженных групп украинских националистов на юге ровенской области где эти группы пользовались поддержкой местного населения запад украины по сведениям начальника отдела контрразведки смирш 13 армии александрова схваченный бандеровец из действующие в районе милятина сотни зеленого показал что в столкновении участвовали бойцы этой сотни которые в тот день количество 80 90 человек грабили попавшись за саду близ села красноармейский обоз впрочем достоверность этих показаний вызывает у историков серьезные сомнения то есть вот уже пошли расхождения обращает на себя внимание тот факт что командующий передвигался по неразведанному ранее маршруту без сопровождения своего взвода охраны отправленного ранее по другой дороге вот уже интересные факты да нам говорят что он едет по незнакомой дороге и без охраны практически без охраны охрана должна быть на другой дороге упа перехватила дорогу умилятина за несколько часов до этого и уже расстреляла обоз с минами и грузовую машину тыла армии имея возможность отступить штабная группа тем не менее вступила перестрелку что привело в итоге к ранению ватусина сквозное полевое ранение со входным отверстием правой ягодичной области косым переломом кости выходом пули на наружную переднюю поверхность бедра то есть довольно тяжелое ранение оно не смертельное но оно очень тяжелое очень тяжелое потому что кость повреждена далее тяжело раненого начальника на автомобиле отвезли в госпиталь 13 армия вот теперь вот это вот тоже смотрим отвезли вот они нам пишут отвезли в госпиталь где его осмотрел генерал майор медицинской службы ищенко а 2 марта на поезде доставили в киевский госпиталь вот тоже нам показывают в киев были вызваны лучшие врачи бакулев вовсе шамов юдин вовсе потом казнили по делу врачей поминаем гематолог богомолец а позднее 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 к больному прибыл главный хирург красной армии бурденко бурденко прибыл тогда когда уже было поздно несмотря на оперативное вмешательство использование в ходе лечения новейшего пенициллина 23 марта у ватутина вы смотрите с 23 марта у ватутина развилась газовая гангрена так начинается это у нас 29 февраля и 23 марта почти через месяц газовая гангрена консилиум врачей во главе с профессором шамовым предложил высокую ампутацию права ноги как единственное средство спасения раненого вать ватутин отказался по другой версии операцию все же произвели спасти генерала так не удалось 15 апреля 1944 года он скончался в госпитале заражение крови вот такая у нас официальная информация википедия ну все как бы случайно просто нелепая случайность война есть война правильно и гангрена эти тем более у меня вот есть фильм посмотрите на канале тем более если на накладывали повязки из мази вишневского она как раз и провоцирует газовую гангрену если здесь вот товарищ вовсе засветился говорит что они напрасно скажем так на что это не врачи убийцы и судили потом по делу врачей если они применяли эту мазь вишневского на рану то тогда газовая гангрена обеспечена они ее применять применяли повсеместно у меня есть фильм от врача я читаю текст врача где он объясняет почему у нас было очень много во время войны потеряно конечности у солдат потому что им накладывали повязки именно с мазью вишневского это было просто навязано эта тема она вызывает закупорку она греет и вызывает как раз гангрену она хорошо только на локальных участках на поверхности тогда она как бы провоцирует гонойник он выходит наружу но на внутренние раны ни в коем случае эту мазь вишневского накладывать нельзя это все это это кирды просто это практически смертный исход или ампутация вот поэтому еще что здесь вот даже вот в этом вот когда появляются такие фамилия вот юзин да вот эти вот вовсе то уже сразу такой звоночек надо напрячься и надо проверить информацию уже нет доверия хотя они реабилитированы и якобы они все белые пушистые но тем не менее вот такие вопросы возникают и так хорошо вот у нас официальная версия пойдем дальше я собрала несколько материалов интереснейших мне кажется давайте мы сейчас их посмотрим есть такая версия месть берег как лаврентий павлович поступил с бандеровцами за смерть генерала ватутина не знаю насчет за смерть генерала ватутина есть версии того что был предатель вот допустим был ли предатель согласно утверждению юрия тимирова авторы издания энциклопедии заблуждений о том что на колонну автомобилей в одном из которых находился ватутин напали именно формирование украинские националисты стало известно практически сразу генерал отстреливался вместе со своими бойцами однако был ранен бедро через несколько дней начальник контрразведки смирш 13 армии макария александров доложил что численность националистов могла достигать 200 человек на самом деле это не так вот смотрите 200 человек они пишут а пострадал во всей этой истории один ватутин вот то что я вам прочитала вы не поверите да то есть бандеровцы нападает целый отряд их нам 200 человек и почему-то ранен один ватутин оказался и все и никак никого дальше не добили не убили и его отвезли раненого то есть его эвакуировали с поля боя так однако противовес вот арсен мартиросян очень уважаю этого историка утверждает что бандеровцы заранее знали маршрут и время поездки генерала ватутина а также располагали данными о численности охраны который будет сопровождать командующего первым украинским фронтом но мартиросян считает что бандеровцы в условиях наступления ркк сами бы не решились атаковать пусть и малочисленный но хорошо вооруженный кортеж генерала мартиросян полагает что приказ был отдан немецким командованием которое имело в ставке ватутина крота и так есть крот есть предатели вот арсен мартиросян полагает что предатель должен быть потому что они знали движение генерала и знали состав его охраны что малочисленное однако в противовес арсену мартиросяну свое мнение ставит историк валерий замулин замулин ссылаясь на утверждение внука генерала ватутина утверждает что командующий фронтом был подставлен под пули а потом залечен вот это уже интересно это уже утверждает внук вопроса до сих пор вызывает кончина ватутина ведь его лечение было в корне неверным и вот лечение по поводу лечения нигде не удалось точно назвать но есть кое-какие обрывочные сведения поэтому дальше я эту статью закрываю вот характерная фотография посмотрите вот они здесь вместе палач и жертва они вместе и ватутин не подозревает кто рядом с ним сидит не подозревает что рядом с ним сидит его мое мнение именно его убийцы но так и считают родственники что именно хрущев виновен смерти ватутина и так ликвидации бандеровского подполья произведена но мстил ли берия за ватутина не факт давайте посмотрим другую информацию вот это уже ближе к делу что называется мог ли хрущев устранить ватутина хрущев причастен гибели генерала ватутина потомки полководца рассказали свою версию смерти освободителя киева 114 лет назад 16 декабря 1901 года в небольшом серии чепухина валуйского уезда воронежской губернии родился будущий прославленный генерал николай федорович ватутин было восемь детей биографию читать не будем дальше по мнению историка по многом благодаря стратегическим талантам ватутина советской армии удалось добиться перелома в ходе войны то есть это был серьезный враг для той стороны для противника понимаем да и устранение этого врага это большая победа для них соответственно если на нашей стороне находятся кроты или предатели завербованные агенты им поручено устранить генерала то они этим занимаются можно сказать что операцию они выполнили то есть есть заинтересованные лица есть может быть сговор может быть почему нет все списывать только на войну и на случайность но давайте посмотрим давайте посмотрим из той информации которая есть действительно ли случайность это такая случайность либо когда количество случайностей переходит в момент когда они становятся закономерностями когда случайность уже не случайно когда случайность один раз это это да может быть случайность 2 может быть но когда три раза это уже не случайность вот что здесь по ватутину то что его отправили по другой дороге не той которые ему готовили. Мы пропускаем. Он математик, вот при нем говорят, что тяга к знаниям у них у всех, а не физики, математики. По официальным данным генерал объезжал войска между городами Ровно и Словутой в селе Милятин. Попал под обстрел. Версии, кто именно стрелял в генерала, историки до сих пор предполагают как минимум две. По первой сделали солдаты УПА, по второй немецкие диверсанты. Странным образом, никто из сопровождавших Ватутина не пострадал. Вот вам вторая странность. Сначала его отправили по другой дороге, там, где нет группы прикрытия, с малочисленной охраной. И, о чудо, второе чудо, что никто, кроме него, не пострадал. То есть перестрелка УПА. Мы знаем, бандеровцы стреляют. Отряд 200 человек. На секундочку. Как они говорят, 200 человек, как где-то 300 человек. И никто, кроме Ватутина, не пострадал. Как интересно. Вы в это верите вообще? Вот уже одно это должно было напрячь многих историков, но не напрягло. Дальше события и вовсе развиваются удивительно. Ранение в бедро с самого начала, признанное не опасным, на деле оказывается для полководца смертельным. Не спасает даже ампутации и приезд знаменитого хирурга Николая Бурденко. Конечно, когда Николай Бурденко приехал, там уже вовсю была газовая гангрена. Он бы ничего уже не смог сделать. Мы тоже об этом мало что знаем достоверно, отмечает Сергей Воскребенцев. Почему Ватутина первое время лечили не в Киевском госпитале, а на квартире Хрущева? Оба-на! У нас появляется вот еще одна какая интересная вещь. Оказывается, не в госпитале его понестили, а на квартиру Хрущеву. Почему не дали пенициллина, который мог стать спасительным для него? А нам в Википедии пишут, дали пенициллин. А вот Воскребенцев пишут, что не дали пенициллин. Вопросов пока без ответа очень много. Мы тему гибели генерала обсуждали, конечно, с его дочерью Еленой Николаевной и его внуком Александром. И, честно говоря, и мы, и они придерживаемся версии, что к смерти, несомненно, причастен Хрущев. Тогда ведь было уже понятно, что война заканчивается, и начинается борьба за власть. И тут, по всей видимости, столкнулись интересы Хрущева и Ватутина. Вот здесь они, потомки, они рассуждают как нормальные люди, которые считают, что Хрущев, он никакой не агент влияния, не враг народа, не крот. Он просто борется за власть. Ну, просто он такой властолюбец. И он готов пойти на убийство своего коллеги, да во время войны, просто чтобы расчистить себе дорогу во власть. Вот так вот они полагают. А Арсен Мартирасен говорит прямо, крот, предательство. Он не называет Хрущева, но он говорит предательство. Я согласна с этим историком, что это именно предательство. И я согласна с родственниками Ватутина, его потомками, о том, что виноват Хрущев. Только не из-за власти, а из-за задания немецкого командования убрать Ватутина. Почему я так считаю? Давайте дальше посмотрим. Я вот беру информацию, которая есть, и просто на нее смотрю непредвзято. Мне вообще все равно, да, я не знала этой ситуации. Но меня не удивило почему-то, что именно Хрущев будет причастен. Вот уже занимаясь всего несколькими книгами, несколькими мемуарами, уже понятно, что Хрущев не тот человек, за которого себя выдает. Почему 40 лет, 50-60 лет было это непонятно всем историкам? Почему не называли его именно как агентом влияния Запада, агентом западных спецслужб? Вот это для меня удивительно. Просто удивительно. Хотя это настолько очевидно, по-моему. Только начни разбираться с Хрущевым, и сразу все сыпется. Так, эта статья была написана в 2015 году. Давайте следующую посмотрим. Вот еще одна статья. Я всю ее читать не буду, потому что опять люди пытаются сделать свои выводы. Давайте подвести, как бы, к этой гибели Ватутина. Давайте сразу перейдем. Вот. 28 февраля 1944 года Ватутин объезжал веренные ему войска, чтобы проверить их готовность к следующей Проскуровско-Черновицкой наступательной операции. Днем он прибыл в Ровно, где находился штаб 13-й армии генерала Пухова. Оттуда планировал ехать в городок Славута, штаб 60-й армии генерал-лейтенанта Черняховского. Вот он, товарищ Пухов. Вот он, Пухов. И Черняховский, который погибает через год. Для этого был выбран самый короткий безопасный путь. Ровно, вот это важно, ровно с Долбунов Острог Славута. На его доразведку послали Студебекер со взводом автоматчиков. Они проехали весь маршрут и вернулись в Сдолбунов, где стали ждать кортеж Ватутина. А в Ровно через посыльного доложили, что путь проверен и безопасен. Хорошо? Хорошо. В 16 часов 30 минут Ватутин закончил работу в Ровно и выехал в штаб 60-й армии в Славуту. Кортеж состоял из четырех машин, два джипа «Додж», три четверти в главе и в конце колонны. В каждом из них ехало по пять человек охраны с ручным пулеметом. В середине колонны шли два «Виллиса». В первом ехали Ватутин и член военного совета Крайнюков. Во втором – порученцы командующего. Вот эти машины. Здесь начинаются непонятки. Вот и у них тоже начинаются непонятки. По какой-то причине машины поехали в Славуту не по намеченному маршруту через Сдолбунов, где их ждал взвод автоматчиков, а через Новгород, Волынский и Шепетовку. По первому маршруту от Ровно до Славуты 76 километров, по второму – 150. То есть Ватутина завернули по второму маршруту, более длинному, там, где никто этот путь не проверял, где отряды оуновцев работали, а по маршруту безопасному почему-то не поехали. Это тоже просто случайность военная. Кто-то что-то просто напутал, перепутал. Случайность. На полпути к Новоград-Волынскому кортеж вдруг поворачивает на проселочную дорогу, которая ведет в Славуту через Милятин. Вероятно, чтобы сократить путь в штаб Черняховского. Но в штабе Пухова знали, что здесь орудуют отряды боевиков. Почему не предупредили об этом Ватутина? Странно. И вот план нам показывают. Генерал Ватутин. Карта гибельного маршрута 29 февраля. Вот Ровно. Острог. Славута. Шепетовка. Утвержденный маршрут. Вот он. Утвержденный маршрут. А вот так его повели. Вот сюда его повели. Вот так. И вот здесь вот это все произошло. То есть его загнали вот сюда, а не сюда. Это тоже случайность. Перед Милятином в 18.50 машина попадает под обстрел украинских националистов. Со слов Крайнякова, боевиков было порядка 350 человек. Запомните, уже 350. Было 200, теперь 350. Они взяли Ватутинский кортеж с трех сторон в клещи и открыли ураганный огонь. То пострадал один Ватутин. Вот нам рассказывают. Уже вранье пошло. Фальсификация пошла. В результате чего трое бойцов охраны были убиты. Нам говорят, что никто не был убит. Может быть, кто-то был убит? Не знаю. Сам Ватутин тяжело ранен в бедро, а его машина сгорела. Потому что, другой информации, никто, кроме Ватутина, не пострадал. Но совсем иную картину происшествия дают сами боевики, взятые в плен много позже. По их показаниям Милятины, в Тонде находилось 12 бойцов из Славуты и несколько местных. Всего не более 20 человек. Перед тем они захватили несколько подвод красноармейского обоза. И когда проверяли их содержимое, увидели приближающиеся машины. Бой был спонтанным и скоротечным. Боевикам удалось подбить, а не поджечь. Как утверждал Крайнюков, Виллис Ватутина, который с подбитым колесом так и остался стоять на дороге. Водитель второго Виллиса, Мона Селидзе, угнал машину Крайнюкова из-под обстрела и участия в отражении нападения не принимал. Позже за трусость он был предан суду военного трибунала. Вот этот такой похожий отряд обстрелял Ватутина. Когда стрельба стихла, раненого Ватутина перенесли в штабной додж и уже на нем вывезли сначала медсамбат. Тоже непонятно, что значит стихла стрельба, куда делись оуновцы. Что значит? По команде она стихла? Вот как это могло быть стихнуть? Либо кто-то погиб, вот они победили, всех расстреляли. Оказывается нет, там живые эти ууновцы, которые давали показания в тюрьме потом, последствия. Хорошо, читаем, что нам дают. Вот когда стрельба стихла, раненого Ватутина перенесли в штабную додж и уже на нем вывезли сначала медсамбат танковой бригады в Гоще, где ему оказали первичную помощь, а затем, вот смотрите, медсамбат, а затем переправили в армейский госпиталь 13-й армии в Ровно. А родственники нам говорят, что он находился на квартире Хрущева, там усадьба, усадьба, которую себе присмотрел Хрущев. И он там находился. Водитель командующего Александр Демьянович Кабанов подтвердил, что перестрелка с боевиками была короткой. Также он рассказал, что кроме Ватутина других пострадавших в этом бою не было. А подбитый ватутинский виллес они забрали на следующий день, без проблем. Перед тем, как кто-то пытался его поджечь, обложив соломой, но не успел или не сумел это сделать. Но зачем Кройнюкову было утверждать, что машину сожгли? Все очень просто. При Ватутине была оперативная карта и другие секретные документы. Эти документы и простреленную ватутинскую шинель боевики обнаружили в подбитой машине. Документы передали руководителю подполья в Олыне. То есть еще надо было и документы Ватутина забрать. То есть здесь не просто убить этого генерала, но еще и захватить документы. Его очень важно. Документы передали руководителю подполья в Олыне Богдану Козыку, Смоку, а генеральскую шинель из добротного сукна донашивал один из рядовых участников операции. Вот вам разгадка мифа о сожженной машине. Если бы Сталин узнал, что оперативные документы попали в руки врага, не сносить бы главы и Кройнюкову, и Пухову, и многим другим, отвечавшим за безопасность командующего. Верховный придавал большое значение секретности предстоящих операций. Вот это у нас Кройнюков. Посмотрите, увешан, герой войны. Герой войны. А ведь он тоже причастен к смерти генерала Ватутина. А так документы сгорели вместе с машиной. Это уже другая ситуация, при которой вышеуказанные лица сумели избежать трибунала. Но вернемся к раненому Ватутину. В медсамбате ему только перевязали рану. И лишь спустя сутки после ранения в госпитале провели операцию по ее первичной хирургической обработке. А на бедро наложили глухую марлевую повязку. Я не сомневаюсь, что смазю Вишневского. В тот же день Кройнюков докладывал Сталину, но есть и другая, кстати, информация по поводу того, куда поместили Ватутина. Это одна из информаций. В тот же день Кройнюков докладывал Сталину, что Ватутин находится в армейском госпитале в городе Ровно. Состояние его удовлетворительное. Значит, у нас вот этот вместе с Хрущевым были за одно ребята. Характер ранения – сквозное полевое правого бедра с переломом кости. По заключению главного хирурга 13-й армии ранение, хоть и тяжелое, но не смертельное, требуется минимум 2 месяца на лечение раны. Все хорошо, правильно? Прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Также Кройнюков доложил, что врачи настаивают на обязательной эвакуации Ватутина самолета в Москву. Но в Москву Николай Федорович не попал. Хрущев убедил Сталина, что рано не опасно, и скоро Ватутин снова возглавит фронт. А пока сам Николай Федорович просит оставить его в Киеве под наблюдением местных врачей. Сам Николай Федорович просит оставить его в Киеве под наблюдением местных врачей. Конечно, зачем лететь в Москву, когда можно здесь остаться? По просьбам трудящихся, как обычно, по просьбам трудящихся, вот сам попросил. На основании ходатайства Хрущева Ватутин остался в Киеве, но лечили его не в центральном госпитале, а на даче Никиты Сергеевича. Этот особняк, бывший усадьбой Бельского, Хрущев сделал своей резиденцией сразу после освобождения Киева. Вот она, это усадьбка. Вот это усадьбка. И вот здесь был помещен Ватутин, а ни в какой не госпиталь. Он обещал обеспечить здесь должный уход за раненым и посылал Сталину ежедневный успокоительный отчет о том, что генерал армии поправляется. Да и сам Ватутин тоже был настроен оптимистически. «Ну, ребята, недолго мне тут отдыхать осталось. Скоро обратно на фронт». Но к концу марта состояние его резко ухудшилось, поднялась высокая температура. Хрущев рассказал врачам, что Ватутин до этого болел малярией, возможно, это и рецидив болезни. О, красота какая! И никаких экстренных мер принято не было. И врачи дурачки. Или там вовсе сидел. Они же уже там были, как нам сказали. Из Москвы уже прилетели. Бурденко-то в самый последний момент прилетел. А здесь уже были вот эти вот врачи, которые потом по делу врачей проходили. Опять случайность. И лишь через несколько дней был поставлен точный диагноз – гангрена. Но уже ничего нельзя было сделать. Красота, да? Вот если надо уничтожить человека, то вот надо его довести. Если не удалось его сразу убить, и много было свидетелей, которые ничего не знали, просто не в курсе были. Настоящая охрана, они были не в курсе. Но стреляли ему в спину Ватутину. То есть ему выстрелил, был в спину, но не убили. А, видимо, должны были убить в этой перестрелке. И все, к концу буду. Но его спасли. Тогда надо что сделать? Тогда надо, чтобы он умер, уже не дошел до госпиталя и тем более не попал в Москву. И кто его задерживает? Хрущев. Перед смертью Николай Федорович требовал карандаш и бумагу, хотел что-то сообщить Сталину. Все это списали на бредовое состояние больного. 15 апреля 1944 года, то есть ему не дали сделать записку Сталину оставить. Не дали. 15 апреля 1944 года Николая Федоровича Ватутина не стало. Через два дня состоялись торжественные похороны полководца. Ватутина похоронили в Киеве, в Мариинском парке. Похороны были торжественные с присутствием многих военачальников. Главную речь произнес Никита Хрущев. Красота. Никита Хрущев просто, ну, молодец. Однако звание Героя Советского Союза по смерти Ватутину присвоят только в 1965 году, уже после снятия Никиты Сергеевича. Это он его целует, что ли? У гроба стояла и мать генерала Веры Ефимовны. В феврале и марте 1944 года на фронте погибли двою сына Афанасия и Семен. И теперь она хоронила третьего сына Николая. Вот так нелепо погиб генерал армии Ватутина. Ну, почему нелепо? Я полагаю, что это было целенаправленное убийство Ватутина. Его не пристрелили, не смогли его убить. Его направили, где ждала засада. Небольшой отряд. Как выяснилось, не 300 человек, небольшой отряд. Но убить его не смогли. Его смогли вывезти. Но залечить, вот, получается, залечили. Были ли, находились ли в это время сразу изначально вот эти врачи, которые потом проходили по делу врачей, надо еще разбираться. Меня удивляет другое в этом во всем. Меня удивляет то, как Абакумов, Сталин, как они, скажем так, не заподозрили ничего. Или настолько было приподано все шито-крыто, что даже СМЕРШ не разобрался. Или начали разбираться, и потом пришлось срочно убирать Абакумова. Или Абакумов напал на след Хрущева и всей этой компашки, которая там была. И вот еще одна, мне кажется, наиболее интересная статья убийства генерала Ватутина. Алексей Кузнецов, он именно написал убийство генерала Ватутина. Вот он пишет, что одно из самых запутанных убийств. Он все напрямую пишет, что это убийство. Еще не все рассекречено по этому делу. Оказывается, еще и засекречено. Родственники Ватутина упорно раскапывают все, что произошло с Ватутиным. Им по сей день непонятно, что же сотворил Хрущев с генералом. А вот нам тоже непонятно. Нам тоже всем, нам, народу русскому, нам тоже надо знать, мы тоже требуем знать, что произошло. Внук Ватутина всю жизнь посвятил изучению этой загадочной смерти талантливого полководца. Молодец, Внук, молодец. Московская кинокомпания Вианш Продакшн сняла хороший фильм расследования о гибели Ватутина. Можно даже сказать, что здесь попахивает мистикой, но я в мистику не верю. Не было никакой мистики, а был осознанный расчет, диверсия по устранению генерала Ватутина с помощью агентов западных спецслужб, немецких в том числе, немецкой разведки. Получается, что у нас Хрущев и Пухов, они в этом участвовали. Получается так. Пухов знал всю обстановку хорошо, и вот смотрите, что он дальше делает. Пухов вызывает начальника контрразведки, говорит ему, что командный пункт штаба армии переезжает на новое место и дал команду всем своим отделам ехать туда. То есть Пухов тем самым убирает лишние глаза и уши и штаба армии. И в этот момент приезда в штаб к Пухову Ватутина начальника контрразведки Александрова там не было. Вот Александров из Мерши, он ищет Ватутина, чтобы сделать ему нормальную охрану. Но, вероятно, ему сообщили по рации, что Ватутин поехал в штаб. Вот вам уже, я не знаю, это уже десятый элемент случайности. То есть вот у нас уже Александров из Мерши появляется. Александров разворачивает свою машину, едет обратно, но не застает Ватутина. Тот уехал другим маршрутом к Черняховскому. Он узнает, каким маршрутом отправился генерал и едет догонять Ватутина, но не успевает. Во какой трюк проворачивает Пухов. Зачем? Смотрим дальше, что он вытворяет. В конце беседы с Ватутиным Пухов, его начальник военцовета армии Козлов и начальник военцовета фронта Крайнюков все вдруг начали советовать Ватутину ехать не кратчайшим путем, как предлагал майор Белошицкий, а в два раза длиннее через Новоград, Волынск. Так мы безопаснее. Еще раз смотрим, что творит Пухов. Убирает всю контрразведку армии куда подальше и направляет Ватутина по очень длинному пути, 150 километров, по району, где действуют бандиты. Но пути такого продолжительного следования легко спрятаться снайперу. Возможно, снайпер, а возможно, не снайпер, а кто-то из своих стрелял в Ватутина. И теперь вспомним, кем командовал Пухов в годы Первой мировой войны. Вспомнили правильно конной разведки. Но здесь еще одна версия, что, может быть, сам Пухов или снайпера поставил, а, может быть, не ставили никакого снайпера, что просто стреляли в спину. Потому что кроме Ватутина больше никто не пострадал. Помним, да? И было всего там 20 человек. Хотя говорили, что было 200, потом 250, потом 300. И дальше вот это все я могу вам ссылочку оставлю в описании. Оставим бандитские показания. Вернемся к Белошицкому. Именно он первый остановил свою машину, а не ринулся на прорыв. Именно с первой машины сбежал шофер Моно Селидзе. Почему-то его найдут и осудят на 25 лет. Это странно. Этот шофер не новичок. Он шофер у члена военного совета фронта Крайникова, который тоже находится в колонии, сидит вместе с Ватутиным. Таким чинам не дают необстрелянных шоферов. Скорее всего, приказав шоферу остановиться, Белошицкий и ехавший с ним еще один офицер выпрыгнули из машины и бросились в кусты. И шофер за ними. Ехать вперед нельзя. Офицеры сбежали. Поэтому оборону организовывает Ватутин. Он же видит, что очень редкие выстрелы со стороны противника. А у него 10 автоматчиков. Бояться нечего. А где же Белошицкий и второй офицер? Кстати, внимание. Имя второго офицера мы так и не узнаем. Вот именно. Кому-то из них было поручено застрелить Ватутина. Вот. Кому-то из них было поручено застрелить Ватутина. Все зависящее от Пухова, то есть он в курсе, было сделано. Ватутина вывели на банду. На какое не имеет значения. Главное, свалить есть на кого. Похоже, да? Очень похоже. Если бы они поехали не через Милятин, а через Новоград-Волынск, то все равно что-то в этом роде произошло бы. А может быть, стрелял и снайпер. Теперь дело за Белошицким или вторым офицером. Кто-то из них стреляет в Ватутина. И ранение Ватутин получает именно в правую ягодицу, так как в той стороне и находился Белошицкий со вторым офицером. Выстрелил он? Никто не слышал, потому что идет перестрелка. Ватутин лежит на земле, правой стороной к Белошицкому. Кстати, нет нигде данных. А из какого оружия был ранен Ватутин? Скорее всего, из ТТ. Пуля сделала большую рану и прошла насквозь. Нет данных и места осмотра, где был ранен Ватутин. Это странно. Хотя чего странного? Все быстрее надо свалить на бандитов. К раненому Ватутину бросаются помогать два солдата, а не Белошицкий. Вместе с Коронюковым они спокойно отъезжают с места боя, но застревают. Берут вторую машину и опять застревают. Тогда на шинель кладут Ватутина и до ближайшей деревни тащат. Шинель или шинель. Где достают лошадь с санями? Смотрите, если бы бой был со ста бандитами, им и в голову бы не дали поднять. Не то, что перегружать Ватутина с машины на машину. Они спокойно меняют машину. А если бы бандитов было 300? Но вернемся к месту боя. Почему Белошицкий или другой офицер не убили Ватутина? Вероятно, дрогнула рука. Не каждый же день стреляешь в командующую фронтом. А шофер, думаю, никуда не бежал. Его этот Белошицкий куда-то отослал, чтобы тот ничего не видел. И что он ничего не рассказал. Его объявили трусом и дали 25 лет. Сработано хорошо, не придерешься. И еще, смотрите, ранен только один Ватутина. Больше никто. Если встать на советскую версию ста бандитов, то там все бы были ранены, а этого нет. Ну а дальше за работу берется Хрущев. Сначала обманывает Сталина. Сообщает ему, что рано у Ватутина пустяковое. И местные врачи справятся. Забирает Ватутина к себе в особняк, в Киев. И никто там Ватутина не лечит. Врачи предлагают перевести Ватутина в госпиталь. Но Хрущев заявляет, что нельзя его там лечить. Вдруг Ватутин в бреду раскроет какие-то тайны. Естественно, у генерала начинается гангрена газовая. И вот тут Хрущев бьет тревогу, но уже поздно. Думаю, сам Хрущев говорил Ватутину не верить врачам, поэтому тот и отказывался письменно от ампутации. Не факт, кстати, мы не знаем. Надо смотреть документы, отказывался он или нет. Вот такой подлез Хрущев. Некоторые спросят, а для чего он убил Ватутина? А вот тут все просто. Ватутин еще до Сталинграда оттеснял Хрущева от какого-либо командования войсками, так как Хрущев полный дуб в военном деле. Хрущев как-то попытался командовать в 1942 году вместе с Тимошенко. Вот опять они скатываются на то, что Хрущев не агент влияния, не диверсант, не засланный, не шпион, а просто он дуб и просто он борется за власть. Мне кажется, вот это ошибка историков. Они недооценивают Хрущева, потому что нам картину мира создали, что Хрущев такой дурачок, дуболом такой, и просто борется за власть. Ну, я надеюсь, что вы тоже вместе со мной убедились в том, что здесь налицо сговора нескольких лиц. Хрущев здесь не один действует. Здесь как минимум три или четыре офицера в сговоре с Хрущевом по устранению Ватутина. Благодарю за внимание. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на все мои каналы. С вами была Галина Конышева. Делитесь этим видео. Пускай многие знают настоящую версию гибели Ватутина. Всех вам благ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok